Дорогие друзья, с вами снова я, Доминато Спейс, и это, эту часть, это уже вроде бы четвертая часть моих измышлений по поводу различных подсерий LEGO Bionicle, и сегодня мы будем затрагивать титанов Макут. Ну, точнее, не все из них будут титанами, но двое из них это точно титаны. И сегодня я буду говорить насчет их всех, буду выдвигать свои мнения, опять же, это видео может быть достаточно сумбурным. Здесь будут различные мысли, все это пишется без какой-либо подготовки, без сценария. Вот я вот как сел за компьютер уже третью серию подряд, съемки вот этих вот видео. Так вот я это все и снимаю. Ну что ж, давайте начнем, в принципе, с самых ужасных Макут из всех Макут, которые вообще могут быть в этом Макутном мире, или же на острове Матануи. Это серия Мистика. За что я могу похвалить эту серию? Это за красивые канистры. Здесь мы можем видеть Игнику, маску жизни, служащую крышкой для вот этой канистры. Канистр выглядит футуристично и очень красиво. Но что же мы найдем внутри канистры? Мы найдем неизвестного жука с какой-то странной пушкой и кучей шипов и крыльями из щитов, а также лицом, которое выглядит очень-очень-очень неприемлемо. И кого же символизирует этот персонаж Бионикл Муха? Что ж, символизирует он некого Макуту. Как вы видите, Макута из него вышел очень устрашающий, очень мощный и очень сильный. Это все было сказано сарказмом. Думаю, многие из вас это поняли, а те, кто не поняли... Что ж, думаю, теперь вы поняли. Так вот... Да... Вот это самые ужасные наборы Бионикл вообще, вообще за всю историю. И начнем мы как раз-таки с этих Макут. Самых плохих Макут, Макут вообще из Бионикла. Итак, начнем мы вот с этого. Их имена я вообще не знаю. Вот этого я знаю, его вроде бы Гарас зовут. Но это ему не придает никакой крутости и вообще ничего. Так вот, начнем мы с вот этого Макуты. Итак, это серия Мистика и Мистика моя самая нелюбимая серия Лего Бионикл. Потому что, во-первых, посмотрите, вот за этот набор они просили долларов 20. Сейчас будут просить долларов 35. За запечатанные долларов 70. Ну, это так на ebay обычно ценовая категория такая. Допустим, я не хочу платить такие деньги вот за вот это. Я лучше заплачу 45 долларов за вот это. За Тередакса. Вот Тередакса. 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 И вот этого Тередакса. И даже и Каракса могу купить. Хоть он стоит 70, но неважно, это и Каракс. Он крутой тоже. Но я не вижу смысла платить за вот это, так как вы просто посмотрите на его строение. Да я в домашних условиях и своих собственных деталей смогу такого сделать. Хоть и у меня нет вот этих шапов, клешней и пушек. В любом случае они не такие уж и важные. Потому что вот эта пушка вообще работает ужасно. Потому что она воздухом пуляет по патрону и он вылетает просто. Какая интересная функция. Ну ладно. В общем, набор этот ничем не примечательный, но вообще не интересен. Следующий. Гораст. Четырехрукая муха. Да, вот это вот больше на пчелу похоже. Я, кстати, как-то глупо сказал, что это муха. Вот это муха, вот это пчела, а вот это не знаю, что это такое. Я таких насекомых в жизни не скричал. Поэтому сказать точно не могу. Тип. Но вот это вот муха-макута. Как видите, очень-очень заманчивый набор. Да, опять же сказано сарказмом. Строение вообще легчайшее. Ладно, в Hero Factory также легкие строения. Даже в Испытании огнем легкие строения. Но при этом они передают силуэт персонажа. И персонажа хорошо характеризуют. И сама история персонажей хорошо продумана. Даже то же самое можно сказать про... Вот про Икаракса, да? Вот вроде бы его строение не такое уж и сложное. Но оно выглядит... Ну вот оно, конечно, посложнее. И выглядит круче намного. Про Тередакса что можно сказать? Тередакс тоже строение легкое. Я его хоть сейчас могу собрать. Ну, конечно, у меня не будет хватать вот этого. И все это будет пестрое и разноцветное. Не будет маски Краакан, маски Теней. Но в любом случае... Он... Простая конструкция у него. Это легко его собрать, на самом деле. То же самое про Икаракса можно сказать. Но они интереснее выглядят, чем вот это. Во-первых, у них нет ассоциации с какими-либо насекомыми. А я ненавижу, терпеть не могу, когда просто в конструкторах, не знаю, в наборах, в любом чем угодно концепцию персонажей берут от насекомых, либо же животных. И переносят это в фантазийный, вымышленный мир. Я не понимаю, у дизайнеров что, не знаю, фантазии не хватает, чтобы придумать что-то новое? Нет, они берут, лезут в интернет, смотрят, как выглядит муха или пчела. И вот, пожалуйста, мы из деталей Биониглев сделали вам новых крутых макут. С новыми масками, ужасно выглядящими. Вот это вообще как... Не знаю, жало, как у москита. Ладно, в общем, выглядят эти наборы как мутанты какие-то. И никому их не советую брать, конечно. Если вы ярый фанат мистики, можете хоть в комментариях что угодно понаписывать. В любом случае, я считаю, что мистика, это вообще ужас какой-то несусветный, потому что... Что это? Вот даже вот рахи, вот эти вот летающие наборы старые, которых Макута создал, как бы... Они как бы животными являются, но их захватил разум Макута, тени Макуты. Но они выглядят еще более-менее как-то приемлемо. У них глаза созданы из масок, и это круто. Даже если ты не хочешь иметь какого-то насекомоподобного существа, которое создал Макута Тередакс, ты можешь отцепить вот эти две замечательные прозрачные маски и прицепить к какому-то то. Но... Да. Хоть какой-то плюс был в рахе. А тут что? Вот какой здесь плюс? Вот эта маска, куда она подойдет? Никуда. Только такому же персонажу с концепцией насекомого. Куда эта маска подойдет? Никуда. Тоже только концепция насекомого. Вот это 100% концепция какого-то насекомого или мутанта. Ух, ну это была мистика. Безжалостно. Закрываем эту вкладочку и переходим к самым крутым Макутам из всего Макутированного мира. И начнем мы с Икаракса. Икаракс очень интересным набором был. Limited Edition, Special Edition набором. Продавался в той же раз. Сейчас он стоит даже дороже, чем Тередакс. Тередакс дешевле стоит, я смотрел. Думаю себе Тередакса заказать на самом деле. Лего Стайлу вообще повезло. Он купил себе Тередакса за 300 рублей. Это вообще как такое возможно? Я не знаю, купил себе Тередакса за 300 рублей, ему везет. Но я буду за долларов 46 его покупать. Подкопить, конечно, надо. Ну и в принципе там много чего другого нужно покупать. Не по Лего. Ну как бы не много чего другого, но одна вещь точно. И как бы не мне. Ну, не важно, собственно, что это было. Ну ладно. В общем, не важно. Это посторонние звуки. Так вот. Мы можем видеть вот этого Икаракса. Икаракс очень классный на самом деле. У него также имеется маска Караакан, которая лимитирована также. В этом издании она не такая редкая, как в издании комбо-модели Такута Нувы. Там вообще идет Карааканс Movie Edition. То есть как бы версия по фильму созданная. Икаракс очень классный набор. Мне он очень нравится. Но стоит он, к сожалению, долларов 70. И на самом деле этих денег он, мне кажется, не стоит. Дал бы я ему долларов 60. Хоть икаракс и очень классный. Все же, да, ценовая категория у него достаточно большая. Но все же этот набор я когда-то себя хочу купить. И чтобы у меня были самые два крутые набора Bionicle. Ну, кроме Ракши, конечно же, Ракши у меня уже, в принципе, есть 4 штуки. Мне больше, в принципе, и не надо. Ну, разве что для Рака там еще прикупить. Он все-таки мой любимый. Ну, так вот. Поговорили о Икараксе. Он достаточно классный. У него имеется крутящийся такой щит. И в такой клешневой руке. Такое копье-посох. Это очень круто. Очень классный Икаракс. Ну и переходим к Терри Даксу. Вообще, самому крутому набору Bionicle, мне так кажется, на самом деле, даже Ракша похуже Терри Дакса. Также вот эта маленькая версия Терри Дакса, вы можете видеть. Он, когда представал в истории 2001 года, как теневой Модоран, у него имеется зараженная Хау. Хау – это маска защиты. Ее обычно Таху носит. Но также она имеется... Ну, она также является маской и символом острого Матануи. Но здесь у нас зараженная, Рахи. И она была в одном наборе. Там их даже две было сразу с двумя Рахи. Он сейчас стоит долларов 80. Ну, мне легче, честно, отдельно эту маску купить. Она вообще является одним из моих самых любимых масок. Ну, после Краакан, конечно же. Сам Макута Терри Дакса, вы можете видеть, не очень большой набор. По сути, своей. И функционал у него небольшой. У него имеется сзади функция, как у Ракши. То есть, он может крутить своим туловищем, как Ракша. Он, как вы можете видеть, у него руки сделаны из масок Токанувы. Это очень круто. То есть, вы покупаете Макуту и можете сразу же сделать Токануву. Если у вас есть дополнительные детали. И это здорово. И, должен сказать, они не выглядят чужеродно для Макута. Они, наоборот, выглядят как какие-то клешни. И придают Макуте какой-то больше такой брутальный силуэт. Выглядит он очень круто. Здесь у него также имеются такие детали со стопорами. Это очень здорово, потому что, если бы они были вот как вот эти вот, с болт-джойнтами, то есть, шарнирами, они бы, ноги держались бы попросту не так хорошо, мне кажется. Коробка также была сделана в такой красивой стилистике. Здесь маска Токанувы. И Авоки называется. Маска света. И Кракан, маска тьмы. И как раз-таки у Тередакса может переворачиваться маской и становиться маской слитой. Как бы маска слияния будет Токанувы и как раз-таки Макуты Тередакса. Ну, в принципе, вот такие вот размышления у меня были под конец. Я уже что-то так успокоился после вот этого вот рассказа про мистику, про то, какая это ужасная была серия. В общем-то, высказывайте свое мнение в комментариях. Будьте свободны насчет этого. В принципе, буду рад их почитать. Собственно, напишите, что вы думаете про Тередакса. Нравится ли вам этот набор. На то время вот все три года ждали. Вот с 2001 по 2003 все ждали набора Макуты, на самом деле. Тогда они знали его в виде каких-то теневых моторанов, опять же, в виде каких-то силуэтов, теней, не знаю, шепота какого-то, на самом деле. Но не имели никакой физической формы. Макуты они не знали, как он выглядит попросту. Он мог становиться то мотораном, то тенью, то каким-то шепотом, то мистической тенью. Чем угодно. Но в 2003 году за 20 долларов вы могли приобрести себе вот такого Макуту. На прилавках он стоял, красовался. И все фанаты Бионикл были очень рады получить его. Ну, мне было тогда три года, поэтому я не очень-то и понимал, что это такое. И не вдувался в подробности. Я тогда вообще, наверное, толком-то и говорить не мог. Хотя, может, и мог. Да, я не помню, в общем-то. Ну, не будем рассуждать о моем детстве. Хотя и сейчас у меня, в принципе, по сути-то детство. Но это я имел в виду то, что было детство. Прям детство-детство. Ну, в принципе, на этом все. С вами был я, Dominato Space. Надеюсь, вам мой обзор, точнее, измышления понравились. Всем удачи, всем пока.